В России 2015 год объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведь по статистике, около половины всех смертей в стране приходится именно на эту категорию болезней. Минздрав планирует изменить ситуацию с помощью профилактики борьбы с вредными привычками и создания в регионах центров управления скорой помощи. Многие вещи очень простые. Они просто требуют внимательного отношения к пациентам к рекомендациям врача. И если они будут выполняться не одну неделю, не месяц, а годы, это позволит улучшить прогноз, как мы говорим. Это позволит улучшить качество жизни. Качество жизни – это насколько человек комфортно себя чувствует, даже находясь со своим хроническим заболеванием. Рязанский кардиодиспансер начал с 11 апреля большую работу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая продлится до мая. Так сегодня прошел урок школы здоровья. Пациентам рассказывали, что делать, когда беспокоит сердце. Даются на таких занятиях рекомендации по рациональному лечению, по распорядку дня, по общей принципу, те, которые пациент должен знать при данной патологии. Тема большая. Включает много аспектов и правил. Ограниченное употребление жидкости, соли, размеренные физические нагрузки. Конечно, нужны такие уроки, а как же не нужны. Некоторые долго лежат давно, некоторые только новенькие, как говорится, сердечники. Поэтому это нужно обязательно и в других больницах в том числе. Посещение таких лекций, проведение для больных – это хороший эффект дает. Что-то познаем новое, что-то из старенького вновь почерпываем. Кроме таких уроков, пациенты узнают о своем заболевании также из настольных игр, которые устраивают для них медицинские работники. Что делать, если отекли ноги, кружится голова или ухудшилось зрение. Грамотность действий при первых признаках ухудшения работы сердца и своевременный вызов врача. Врач в такой непринужденной атмосфере, в игровой обстановке. Он проводит такие обучающие моменты, то есть обучает пациентов сердечной недостаточностью каким-то навыком поведения, обсуждает какие-то вопросы, там нужно или, допустим, не нужно, какие-то действия предпринимать в случае обострения хронической сердечной достаточности. Кардиологи говорят, лечение сердечных заболеваний наполовину зависит от самого пациента. Либо он, попав на прием к кардиологу, однажды прислушивается к рекомендациям врача, либо, в лучшем случае, окажется здесь вновь.